Три знака зодиака, которые имеют душу ангела. Знаете ли вы, что есть души ангела и души демона? И те, и другие спускаются на землю для того самого баланса добра и зла. Темные души приходят в этот мир, чтобы помогать людям совершенствоваться через преодоление трудностей, боли и горя. Светлые – это добрые учителя, которые тоже обучают населяющую планету, но делают это через любовь и участие. Конечно, всем нам хотелось бы иметь душу ангела и делать этот мир светлее и добрее. К сожалению, ангельской душой обладают лишь некоторые люди, избранные небом. И это не совсем аллегория. Астрологи утверждают, что небесные светила имеют прямое отношение к тому, с какой душой родился человек. Итак, давайте узнаем, какие знаки зодиака имеют душу ангела. Весы Весы – это самый чистый душой знак зодиака. Они – эмпаты, способные проникаться чужими проблемами, как своими, и вдохновлять людей. Жизнь весов может быть полна испытаний и трудностей, но они всегда остаются чувствительными к чужому горю. Могут бросить свои дела, отказаться от благ и наступить на горло собственной песни, если требуется их участие, если случается беда или несчастье, порой даже у совершенно незнакомых людей. Весы могут сомневаться в своих желаниях и потребностях, но они мгновенно ориентируются, если нужно принять решение относительно благополучия других людей. Есть у весов еще один дар – они большие эстеты и почитатели красоты. Но люди этого знака умеют не только замечать ее там, где остальные в упор не видят, но и сами создают прекрасное. И неважно, это шедевры искусства или просто душевное настроение. Весы умеют вдохновлять, гармонизировать и вселять в разочаровавшиеся сердца веру в лучшее. Людям, которые входят в близкое окружение весов, особенно повезло. В их жизни всегда есть человек с ангельским терпением. Представители весов сложно вывести из себя, и они не поддаются на провокации. Быть спокойным и уравновешенными – это их талант и святая обязанность. Водолеи Водолеи – это знак истинной доброты и глубокой мудрости. Большего сердца нет ни у одного другого знака. Туда может поместиться все человеческое горе и боль. Осознавая это, Водолей часто останавливает свой выбор на социальных профессиях. Лечит людям тела и души, отстаивает их права, занимается благотворительностью и волонтерством. Иногда из-за этого у них не складывается личная жизнь. Некогда. Водолей не умеет жить для себя. Им нужно спасти весь мир, осчастливить всех обездоленных и поголовно накормить голодных детей Африки. Но когда и эта миссия будет выполнена, Водолей не успокоится. Всегда найдется тот, кому потребуется их помощь, и они не откажут. Казалось бы, люди с подобной самоотдачей должны быть выжаты и испиты до дна. Надолго их хватить не может, но нет. Бог побеспокоился, чтобы эти люди жили долго и были полны энергии. В качестве самосохраняющего инстинкта Всевышний им даровал интуицию и мудрость. Водолеи, решая свои и чужие проблемы, умеют чувствовать самый короткий путь к успеху. Удачно избегают препятствий, которые усложняют жизнь, и философски смотрят на неприятности, что помогает им не порождать новые. Таким образом, они берегут энергию, силы и здоровье. И к этому источнику все приходят за живой водой. Рыбы. Рыбы – это величайшие интуиты. Через этот знак в мир приходят и сновидящие, экстрасенсы, целители и пророки. Небом им открыт доступ к тайным знаниям и законам Вселенной. Рыбы редко бывают злыми учителями. Бог отправляет их на землю, чтобы врачевать человеческие души, подсказывая им правильный путь, земное предназначение и судьбоносные знаки. Часто рыбы становятся проводниками собственную душу. Они помогают людям познать себя, обрести гармонию и найти смысл жизни. Многих это в прямом смысле вытаскивает из петли, снимает с последнего этажа высотки и достается одна бутылки. Спасенные называют рыб не иначе, как своими ангелами-хранителями. Более счастливым и прекрасным делают этот мир рыбы-творцы. Сильно развитая интуиция помогает достать им из глубин собственной души, которая подключена к божественному источнику, шедевральные творения. Чтобы рыбы не создали, картины, книги, архитектуру или настроение, к этому руку приложил Бог. Люди черпают в произведениях рыб вдохновение, энергию, радость, счастье и саму жизнь. В отличие от водолеев, к сожалению, ресурсы рыб не безграничны. Но люди этого знака умеют самозаряжаться и восстанавливаться. Им свойственно отключаться от внешнего мира и погружаться в свой внутренний, где и происходит возрождение из любого пепла. Рады вашему лайку.